Я приветствую всех любителей парфюмерии на своем канале. Меня зовут Инна, и я сегодня хочу представить вашему вниманию тег, который я назвала «Подари мне, подари». Сейчас расскажу, что и как здесь устроено. Хочу сказать, что идею для этого тега, вернее, я уже придумала это сделать тегом, но идею мне подала моя подписчица, которая под одним из моих буквально прошлых видео, она написала мне комментарий, «Инна, пожалуйста, озвучьте, пожалуйста, свои желания, желания, которые вы хотите получить под елочку, которые вы вообще считаете праздничными, торжественными, приятно подходящими под зимнее время, под зимнее такое настроение, чтобы подчеркнуть из ваших таких желаний, хотелок, мыслей, подчеркнуть какие-то идеи. Пожалуйста, не затягивайте с этим видео, потому что до Нового года хотелось бы какой-то иметь запас, временной запаса, чтобы сделать заказ определенного парфюма. И от меня требовалась просто идея. Кто смотрит меня впервые, я хочу сказать, что концепция моего канала исключительно построена на том, что я не даю рекомендации, я лишь рассказываю о том, что нравится мне самой. Но так сложилось, конечно же, это уже очевидно, что сложилось, что вот даже зрители мне пишут, мои подписчицы, подружки мои парфюмерные, пишут, что как бы так вам нравится этот аромат, и я его купила, и в абсолютном восторге. Я могу только порадоваться. Ну что же, из этого родился тег «Подари мне, подари». Подари мне, ради Бога, хочется добавить. Что я включаю в понятие этого тега? То, что все мы знаем, что придут скоро новогодние праздники, и предновогодние, и посленовогодние. И это, так скажем, месседж такой «Подари мне, подари» мы, я лично, вот сейчас направляю вселенную, а кто исполнит эти желания, это совершенно нас не интересует. Больше счастья, конечно же, я сама себе люблю дарить такие парфюмерные радости и подарки. Поэтому, кто, кто меня поддерживает, и кто считает, что нужно отпускать во вселенную такие заявочки, при том со списком, я тут, знаете, вспоминаю список из мультика «Маша и медведь», как она говорит, Миша говорит, вот список того, что ты мне хочешь подарить. Как-то так, это моя любимая фраза. Вот, кто хочет отправить мысли во вселенную «Подари мне, подари», я сейчас обращаюсь к моим парфюмерным друзьям-блогерам, снимайте такое видео, и это вы не представляете, люди действительно ждут, и, возможно, почерпнуть какие-то идеи из наших с вами парфюмерных желаний к Новому году. Ну что же, я начинаю, пригласила блогеров, надеюсь, вам эта тема будет интересна, и вы поддержите ее. Ну что же, приступаем. Первый парфюм, который я хочу вам показать, который бы я хотела получить вот в рамках программы посылок «Вселенная, подари мне, подари», это «Ля Бель», но я показываю вам на примере «Ля Бель Лепарфарм», это интенсивная версия, которая с градиентом, она потрясающая. Вот, кстати, могу пару слов сказать о ней. Здесь вишня, слышу я ее здесь, вишня, груша, красивенная ваниль, очень красивый томный аромат, и я вот в прошлых видео жаловалась, что здесь маленькая стойкость, а я вот, находясь в каких-то учреждениях, где не стоит сбивать никого шлейфом, я ему сказала спасибо, потому что пахло ей очень приятно, себе приятно, ощутимо, но вы знаете, никого я не напрягала этим. Почему я затронула, это тоже потрясающий аромат. Вот, вот здесь может быть трокировочка. Я хочу именно «Ля Бель», уже в классическом варианте, который гораздо свежее, нежели парфюм вот интенсивный, с градиентом. Вставлю картинку, какой я хочу аромат. Вот, «Ля Бель» классический. Это очень молодежный, на мой вкус. Я всегда, когда заходила в магазин и морошалась, чувствовала себя свежей, очень приятный, он девичий, но мне кажется, он вполне допустим для женщин любого возраста. Он сладостно-грушовый, но при этом там есть возможность подышать, как я люблю говорить, вот что-то есть. Несмотря на то, что блогеры все как один, эксперты говорят, что это, ну, почему-то все его критикуют. Мне все равно. У меня собственный нос, я его послушала, я его нанесла, он реально поднимает настроение. А что нам еще нужно во все времена, даже если у вас оно прекрасное для поддержания этого. Следующее, то, что я хочу сказать, то, что я хотела бы себе непременно, подарим и подарим, это молекула плюс ирис. Именно сей триадой молекулы новых ароматов, молекула плюс, ирис там есть, мандарин и пачули. Пачули, кстати, я не слушала, наверное, слава Богу. Одной хотелкой меньше. Мне очень понравился молекула плюс ирис. Там действительно присутствует корень ириса и изоисупер. Это потрясающий аромат. На мне он звучит очень тонко, деликатно, женственно. Слышится ирис. Потрясающая вот эта молекулярная база. Я вам показываю сейчас эсцентрик, который у меня есть, номер два. Я его обожаю. Я люблю такое молекулярное все. На мне звучит оно потрясающе. Единственное, что я хочу сказать, что чистую молекулу один я не слышу от слова совсем. Вообще не слышу. Поэтому, если вдруг вы будете вдохновляться, не слушайте мои слова. Тут только нужно слушать. Кто что слышит? Долго, недолго? Слышит ли вообще? Вот я молекулу первую не слышу, а молекулу плюс ирис я слышу прекрасно. И она пахнет у меня красивенными, в кавычках. Помните, мы говорили все французские духи. Вот мне пахнет как-то так. На моей коже это звучало очень женственно, тонко, деликатно и очень стойко. Я слышала его очень долгое время. Практически на утро. С вечера на утро. Со дня на утро, наверное, я слышала на себе этот аромат. Дальше. Я нахожусь сейчас в поиске аромата, который я сама для себя определила, как парфюм свежесть морозного утра. То есть я выхожу, вижу снег, и там разбросаны на снегу мандарины, апельсины. Я, конечно же, подошла к молекуле плюс, молекула плюс мандарин. Я слушаю здесь эсцентрик 2. Здесь определенно вот эти мандарины, апельсины есть. Но молекула плюс мандарин звучит немного иначе. Она действительно, старт у нее шикарные, спелые мандарины. Очень натуральный запах. Но вот эта база, если супер, конечно, если супер, чувствуется шикарно. В отличие от молекула плюс ирис, он на мне немножко, не то, что немножко, он мало на мне держался. Я слышала его, наверное, часа 3. Не делала я частых подходов к нему. Напишите, если у вас есть уже этот аромат. Вот, но он мне очень понравился. За старт я готова прям хотеть этот парфюм, потому что очень красивое сочетание мандаринов. А мы с вами, я надеюсь, ну, у нас как-то сложилась такая традиция, что ассоциация все-таки у нас, определенная привязка есть с новогодним, зимой, это запах мандарина. Для нас это равно радость, счастье, отпуск, отдых, каникулы, что-то красивое, классное и относящее порой меня в детстве, потому что в детстве мы объедались этими мандаринками. Вот, это мое прям хочу-хочу. Следующий аромат, который я хочу вам показать, у меня есть в пробнике. Я не гоняюсь, не всегда, вернее, гоняюсь, редко гоняюсь за какими-то новинками. И доказательством этому я получила хотелку Нарцисо Родригес Фохер. В простонародье, я вам вставлю картинку, в простонародье черный кирпичик. Слушайте, с этим ароматом я ходила прошлую зиму, у меня отливанты. Очень удобно иметь отливанты, потому что ты определяешь, нужен тебе аромат или нет. Мне поначалу он не понравился. Он приятный, не отталкивающий, но я считала его ежедневным, каждодневным, скучным ароматом. И тут случилось, я его брала на горнолыжный курорт, и вот этот курорт сассоциировался у меня именно с Нарцисо Родригес Фохер. Как он красиво звучит в холода, в снег, в мороз. Это что-то невероятное. Это личное. На мне этот мускус сидит потрясающе. Следующим парфюмом я вам покажу еще один пробник от Нарцисо Родригес. Здесь в доказательство тому, что мускусы не раскрываются потрясающе. Я вот здесь, кстати, принесла Нарцисо беленький. Нарцисо. Вот тоже обожаемый мной аромат. Ой, это что-то. Это просто женственность во флаконе. Но он у меня есть. Я вам покажу хотелку. Это Роуз Маск Нарцисо Родригес. Ставлю вам картинку, чтобы вы видели, о чем я говорю. У меня два пробничка по 4 мл, которые я сносила практически в ноль. Здесь осталось. Очень хочу этот аромат, притом уже много лет. Здесь, знаете, как я могу описать этот аромат одним словом? Роскошный. Это самый, мне кажется, самый сексуальный аромат в мире, притом без пошлости. Роскошный, сексуальный. Вот знаете, можно даже вот дорогой аромат. Я розу не люблю. Вот не люблю я розу в парфюмере. И если мне нравится парфюм с розой, это какое-то чудо. Все. Тут хочется томно закатывать глаза. Здесь много видов роз. Конечно же, Родригесский мускус. Древесная база. Но он звучит не востоком. Он звучит томной, обволакивающей. Потрясающе нежным мускусом вот этой розой. Очень мне нравится. Кстати, создатель этого аромата Соня Констант. Ну, не знаю, очень удачный парфюм. Единственное, что у нас его очень сложно достать. Я его видела исключительно в Дьюти Фри. И вот как-то я до сих пор жалею, что себе не приобрела. Надо было, наверное, раньше выпускать видео. Подари мне, подари. Вот. Дальше. Вильгем Парфюмери. Я подходила к этой марке совершенно недавно. И мне, на удивление, я знаю, многие популярные там композиции, я бы к ним подходила. Ну, вот знаете, какая меня спела история? История под названием Body Point. Краска, да, для чего? Для тела. Body Point. Ставлю вам, как называется. Не буду я. У меня нет флакона, поэтому я не могу прочитать. Вот. Там. Это очень свежая композиция. Я сначала, мне понравилась композиция, которая идет, забыла, как называется. В общем, ладно, будем говорить про то, что я хочу. Вот. Свежая композиция, свежефруктовая. Очень ярко слышна груша, очень спелая, сочная, летняя, которую вы укусили. И вот этот сок, прям ощущение лета. Хотя пробовала я его такой уже глубокой осенью. И в этом аромате заявлен и Зайсупер, и Амбраксан. И они делают свое дело. На моей коже это звучало невероятно красиво. Хочу сказать, что аромат звучит гораздо проще, нежели, как заявлено, его цена. Вот у меня немножечко идет несоответствие цены и качества. Но. Но как же зацепил меня этот парфюм. Вот просто я ничего не могу с собой поделать. Я приехала с собой, этот блотер у меня благоухал, ну, мне кажется, неделю. Это очень стойкий аромат. При этом он совершенно не грузящий. Он очень фруктово, какой-то воздушный. Действительно, вот желтый цвет этого флакона идеально подходит к этому, именно конкретно к этому аромату. Но все, я хочу, не могу. По крайней мере, я, кстати, здесь очень многие парфюмы, которые буду говорить, там, рассматриваю в качестве какого-то отливанта. От 5 до 10 миллилитров вполне. И вот на Бергель Парфюме Мири я, конечно же, посматриваю. Если я, вот, ну, посмотрим, что Дед Мороз мне принесет. Но, тем не менее, я бы с удовольствием бы относила 10 миллилитров этого парфюма. Это вполне доступно, мне кажется, каждому. Следующее я хочу рассказать про свою хотелку. Это, кстати, считаю тоже одним из идеальных желаний для меня. Вот прям вижу я под елочкой, говорю я про Линтер Дитруш. У меня есть классический Линтер Дит в парфюмерной воде, который мне очень нравится. Но расход у меня, у него небольшой, просто по причине огромной насыщенности, стойкости, громкости этого аромата. И порой не всегда это уместно и хочется. В отличие от классической версии Линтер Дитруш, мне совершенно не пахнет виноградом Изабелла, который сорта Изабелла непременно. Нет, его слышу здесь. И такой явный Туберозер. Вот в Линтер Ди Руш я больше слышу какой-то действительно старт красный апельсин. Даже какая-то вишенка мне там верещится. Он немного по-другому. Хотя там заявлено и Туберозы, и Жасмин. Как бы такое же составляющее. Но какое у него потрясающее после вкуса. Я от своего запястья не могла оторвать руку просто весь вечер после посещения магазина. Я думаю, боже мой, ну какой же он красивый. Очень мне понравился этот аромат. Очень сильно. Он, конечно же, вот старт немного другой. Совершенно разные ароматы. И почулевый, сандаловый. Такой вот этот покорил меня. Именно древесное такое основание. Очень красивый. Мне кажется, и форм-фактор красивый. Ну, это просто идеальный подарок, скажем так. Следующий парфюм, который я хотела бы себе. Прям подарок, но он, к сожалению, почему-то пропал. Жалью прям, что его не купила. Я еще летом его хотела. Но желание мое не приутихло. Я говорю про Атар Коллекшн Ай Райхан. Взяла для наглядности его собрата или подругу Хаяти. Кстати, когда готовилась к видео, послушала, сняла крышечку. И закатила глаза от удовольствия. Какой же он красивый этот парфюм. Прям захотелось им надушиться. Несмотря, что здесь такие манго, летние такие фрукты. Он круглогодичный, подниматель настроения. И несмотря на всю такую свою несерьезность, он, вижу его вот на женщине любого возраста. Когда хочется какого-то такого мягенького, такого приятного, не знаю, какого-то фруктовой помощи моральной. Вернемся к Ай Райхан. Зелененькая бутылочка, потрясающе красивая. Я его слушала, мне он очень понравился. Это свежий, однозначно лимонно-фруктовый. С какими-то интересными моментами, которые уходят в потрясающее такое, знаете, облако нежности, чувственное, какой-то такой пыльцы, мармеладно-цветочное. Его нельзя назвать гурманским. Но он при этом как-то так свежо, освежающе, женственно обволакивает какой-то потрясающей аурой, могу сказать. По-другому даже не могу назвать. Вот. Хотя туда, я понимаю, откуда пудра идет. Там входит роза и фиалка. Он запудривается такими, знаете, флор идет у ходовых средств. Звучит очень красиво. Нежно, деликатно, но при этом очень стойко и интересно. Жалко, почему-то пропал у нас продаж. Расскажите, как у вас. Видите ли вы Ай Райхан? Может быть, я обойдусь тоже отливан там 10 мл. Мне очень понравилось. Прям хочу. Следующий. Давнишняя моя хотелка, но почему-то я не могу никак себе ее вот взять и купить. Это Killian Forbidden Grace. Аромат знаменитого парфюмера Келис Беккер, которая делала его, однозначно вижу я, схожи с Жадор. Но разница, несмотря на то, что одна такая нота, это надо пробовать, есть однозначно с Жадором схожесть. Но у них совершенно разные весовые категории. Если Жадор меня немного подушивает, он отдает немножко таким, знаете, стармодненьким и отсылкой к 2000-м годам, то вот Forbidden Games это свежая, молодая, энергичная, какая-то такая классная. Много энергия у этой девчонки, девчонок, а может быть, и скольки там лет. Вот. С потрясающим он же сминово-туберозный. Звучит очень дорого. При этом свежо, манко, деликатно, шлейфово. В общем, эпитетов здесь очень много. Потрясающий аромат. Ну, чтобы понимать, чем он пахнет, конечно же, Жадор многие знают. То есть, это Жадор какого-то нового уровня, нового левела, скажем так, хочу. И крутила-вертела свой атлемант на сама Табараонда. Вот он у меня хочу, думаю, хочу, думаю. И я нанесла его на запястье утром еще. Все-таки хочу. Это что-то потрясающее. Он, конечно же, пахнет бочкой дубовой из-под алкоголя или настойным каким-то коньяком или виски. Вот. Но эта роза меня просто пьянит. Пьянящий, обволакивающий аромат. Он достойнейший, чтобы иметь его себе, во-первых, в коллекции в парфюмерном шкафу или же под елочкой. Я поглядываю, как будто у меня уже там елка стоит. Пока еще нет. Вот. Поэтому Табараонда заканчивает список моих оттелок. И я оставляю один пункт, который буду обращаться к вам, мои дорогие. Я хочу себе очень свежий аромат. Я часто, до сих пор его пока не нашла, часто обращаюсь к вам за советом. Хочу аромат свежести, горного воздуха, какого-то ручья, свежего воздуха. Вот. Чтобы это было свежо и ненавязчиво. Пожалуйста, посоветуйте мне ваш вариант. Потому что, конечно же, наше парфюмерное общество пробует очень много парфюмов. Возможно, вы такое имеете. Напишите мне, пожалуйста, такое. Возможно, я найду свой такой какой-то свежий, свежий с морозного дня. Хочется какой-то морозный свежий воздух. Все. Рассказала вам. Подари мне, подари. Что я хочу. Обязательно пишите ваши комментарии. Блогеров. Всех приглашаю. Снимите. Снимите такой текст. Я думаю, вашим зрителям будет это очень приятно. А я с вами прощаюсь со всеми на следующем видео. Надеюсь, вы подписались и не пропустите его, потому что у вас есть колокольчик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...